видите как плохо ходит это у него болит сустав прям прям болит видно сильно но он сейчас доползет и он не дополз но я не полезу потому что сейчас голодными останутся остальные 8 штук это какой-то кошмар я сделал давай 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 нет 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 забирай свою и чего не сделать это раньше нет надо стоять кричать кричать а потом все попал на свою титьку но я думаю поел знаете друзья я вам в которой расскажу вы мне все равно пишите что я должен спасать всех бракованных плохих больных косых и так стараюсь но как бы нужно еще понимать что мне пишут не всегда все там был такой комментарий не всегда все упирается в деньги тут вы правы но это не касается заработка вашего вот как раз когда вы занимаетесь когда вы ходите на работу то это как раз касается именно денег понимаете вот как раз здесь все упирается в деньги когда вы пишете там сделай то сделать то знаете какие дорогущие препараты не всегда они из временами нужны в единичном экземпляре то есть как бы для одного животного а стоят только сколько стоит само животное понимаете если это домашний питомец тут не обговаривается как бы мы и мы сильвера сколько раз возили к он заболевал у нас то одно было то другое и там лечение как бы не рассматривалось как дорого недорого сколько врач говорил ну вот на приеме столько мы и платили за препараты за прием как бы это одно но когда вы мне пишите чтобы я спасал каких-то косых кривых представьте я сейчас буду спасать то храмова то еще какого-то косого и или тратить на них деньги на искусстве на искусственное вскармливание это не целесообразно хоть это выглядит там кому-то может показаться жестоким но смотрите вы пишите вы корми забери поросенка вы корми искусственно смотрите вы кормить искусственно себестоимость поросенка будет ровно такая сколько стоит поросенок которого купить и целый месяц мучений понимаете это за выкармливание вручную когда какой-то больной поросенка конечно нужно ему помогать то есть если ты можешь но если ты видишь что в дальнейшем с него не будет никакого толка на всех комплексах этого поросенка просто убирают точно так как и это идет как выбраковка понимаете то есть оставить себе поросенка который вот такой маленький не держится на ногах а в дальнейшем будет просто лежачий с пролежнями вы ничего с него не получите осмотреть на это ужасно и страшно это в общем вот так просто на самом деле как бы я чтобы вам там не казалось что кто-то плохо ухаживает или неплохо почему у них суставы больны это я в железе я им делал укол второй раз и немножко обрызгался поросенку вкалывал иголка со спала и немножко короче меня железом облило так что по возможности я помогаю я вот сейчас мы сегодня были в но ездили туда за кормом я купил корм для поросят но уже буду завтра им ставить кормушки купил мелоксивед да немножко может затянул возможно он должен был быть у меня до этого я купил и ну как бы теперь есть но не было у меня как бы он стоял но он был просроченный вот так я не обратил внимание это такой не супер важный препарат который должен быть у вас в аптечке но как бы у меня не получилось раньше съездить тут два поросенка хромает я уколол два поросенка унытья уколол и одного поросенка уколол у у лаврухи и тот которого уколол у лаврухи толку точно с него не будет короче ну как у меня в первый день когда она поросилась сразу показать ну как бы я заметил что свинка никудыш не вот так и идет у нее он тоже скорее всего пропадет и останется четыре штучки и у нытья тоже вот тот серенький поросенок наверно толку с него не будет но короче этот препарата он недорогой то есть как бы его можно себе чтобы он у вас стоял в аптеке это противовоспалительный препарат хорошо помогает при ну вот болях в суставах там и еще других в общем читайте инструкцию и вот здесь у двух поросят суставы вот я сегодня колол и прям вот обратил внимание они прям такие как будто опухшие вот видно что что-то не так короче я больше не хочу покрывать коржиком потому что мне не нравится я как бы одной свинки у второй свинки у третьей свинки и все то же самое как бы я не знаю не хочу буду покрывать этим горохом так что ну достанет я думаю что да там они небольшие ну и булочка нытья и хаврония они небольшие плюс они хорошо так подхудели но пока еще отлучать еще больше сбросят в весе так что я думаю что он с ними справится ну а коржика нужно пока стрелять и убирать потому что как бы я не знаю к чему это связать что у них больные суставы как бы с чем это связать с чем я не знаю но поколол поколол железо это второй раз и уколол мелоксивет тут дозировка очень как бы на большой вес 1 миллилитр на 50 килограмм я ему колол по 0 1 миллилитру на 5 килограмм в них нету 5 килограмм но я уколол на 5 килограмм и еще на свою голову взял и уколол нытью нытью уколол и пожалел не ну не мелоксиветом уколол а железо и уколол железо я им колол вот такое вот брова ферран 100 и уколол ей свиноматком с виноматком железо колется примерно 10 миллилитров на голову вот именно этого препарата но так как это вьетнамки они маленькие я уколол им по 4 миллилитра по им ей и у был вот этот приступ там даже в инструкции написано что может быть реакция и вот такой прям приступ она прям упала и такая вот как будто бежала лежа понимаете ну короче ну его нафиг я решил я хотел всем уколоть свинкам ну троим как минимум лавруху не собирался колоть так что вот так он ведь не думаю что это она побила что с их ними суставами что я не знаю ну не некоторые там задняя ножка немножко как бы вот это левая болит я в нее не левая правая я вправо и тому одного здесь один немножко хромает это от укола железо а вот два поросенка вот здесь двоих уколол потому что ну блин почему они хамат и вот здесь и вот здесь тоже 1 но это такая свинья что прям я не могу возле нее находиться она как будто издевается она ложится на ту сторону в которой у нее четыре соска понимаете нет она и ложится и на вторую но она не умеет выворачивать время короче ну вот так все я лезть к ним не буду потому что они на меня кидались ругались что я железо уколол это они так сейчас успокоились так что так что все как бы как есть так есть хоть бы там вы ну хоть чтобы вы будете писать что вот не уследил что я не уследил я за всем слежу да я вижу что ну как бы что-то идет не так с поросенком но за он какой-то вялый слабый понимаете что то с ним не так и забрать кормить его искусственно какого-то инвалида ну и блин я не хочу как есть как бы говорит как вот говорят есть естественный отбор до дома мы хотим сохранить как можно больше потому что это заработок но при этом инвалида никто не возьмет и я выкармливать какого-то бракованного поросенка тоже не хочу пусть они пропадут мы их забудем и сколько будет столько будет если вы говорите что типа да вот выкармить для себя и корми сам да это стоит то столько же сколько стоит поросенок зачем я буду выкармливать месяц мучиться если я эти деньги которые потрачу на выкармливание просто куплю себе нового порсенка понимаете в общем все я вам думаю объяснил на данном этапе двадцать шесть поросят на четверых если я правильно считаю тут 5 там 5 это 10 там 9 19 и там и там 7 26 26 поросят ну вот так будет 25 и хватит если кто-то пропадет но я думаю что даже будет 24 ну ладно это первая пороса по 6 поросят нарыла если в среднем считать то ладно вот так или курочка сдавила или он сам пропал короче у нее было двенадцать штук одного я выкинул с утра а одного выкинул сейчас вот как пришел вечером у нее осталось десять перепелят и больше больше ничего не вывелось как бы хотя были живые яйца не знаю почему так я все переживаю что она их раздавит но она вроде стоит аккуратно почему те два пропали я не могу сказать не могу на нее сказать что это она их задавила но надо короче приподнять вот так и посмотреть отойди оп вот так 5 10 все десять штучек это силадоны кто кто не помнит или не знает это видите у них голубенькое яйцо у силадонов их было 12 а яиц живых было 18 а подложено было 21 яйцо но это так к слову знаете помните когда-то прошлый год но скорее позапрошлый да я когда-то хотел посадить перепелят ну в клетку в какой-то загончик небольшой немного чтобы проверить сядут они они или нет на яйца но как бы потом эту затею как бы забросил не наступи на перепеленка под тебя подлез потом а ей не наступила потом я эту затею забросил а сейчас мне вот такая мысль пришла в голову но как бы инкубаторских садить на в какой-то загончик а они не садятся как бы ну в клетках не садятся и на полу непонятно сядут они они или нет а это не инкубаторские их вывела мамка как бы видите у них есть мамулька и как бы они ходе отличаются от мамки но они все равно ее считают за мамку она бывает она не такая немножко разговорчивая как бентамки но она с ними разговаривает и они ее немножко слушают видите и к чему я веду когда они подрастут надеюсь что они подрастут я не буду курочку убирать и как бы ее убрать а их не садить в плотную ну в плотный брудер для того чтобы несли яйцо а посадить как то не плотно в том же брудере или в той же клетке для несушек только не плотно и поставить в углу несколько маленьких гнезд просто для того чтобы понять сядут они или нет он подержать парочку месяцев их так и узнать это будет такой как бы продолжение эксперимента потому что это что пух он ведь и лезут под мамку раз лезут значит все таки считают же ее за мамку а раз считают значит возможно как бы у нее есть материнский инстинкт и вероятно что и у них будет но это не точно это так и интересно как бы тут 10 штучек плюс минус хотя бы три курочки но это я не буду загадывать пока пусть сначала вырастут может она их задавит сегодня короче не знаю и страшно и хочется проверить сейчас меня опять начнут ругать что вот она их задавит на самом деле у перепелов не такая уж и длинная жизнь как бы вылупились или в месяц ну или полтора месяца ушли на мясо или 8-10 месяцев ушли на на мясо тоже после яйцекладки короче вот так так что а это такой маленький эксперимент не ругайте меня пожалуйста за него я я ни одного цыпленка не давил так что я не виноват вот так он видите как прячутся под мамочку молодцы молодцы вот так тут у мамульки 28 цыпляток тот у курочки вылупился блин я так не хочу сегодня менять и пеленку она ее так порвала зараза ну как бы гребется гребется и это и что-то в ней ищет не знаю какой из них тот который выигрался сегодня но она никого не задавила они все целенькие ровненькие хорошенькие но какой-то сегодняшний то яйцо которое было немножко в крови я вам его показывал вчера но цыпленочек вылупился и все у него нормально у них про поечка так что как бы все нормально сейчас им дам немножко яйца но назад мама мамулечка на 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 это мама пелик яйца как яйца Продолжение следует... Это уже как бы я прям в кастрюльке ножиком вот так порезал, порезал, порезал вместе с корлупой совсем. Пусть уже выбирают то, что хочет, как хотят, так едят. Крупные куски курочка или немножко раздавит им, или сама сожрет. А так, видите, она деток кормит. Сильно и много сильно давать тоже нельзя, потому что они могут припоносить. Но вроде все нормально. Видите, какое броуновское движение, да? Вот-вот-вот сегодняшний, вот сегодняшний, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот сегодняшний. Я его запомнил, он маленький такой. Вот так. Да, видите, как на пеленке какая... Ну, я не могу сказать, что это грязь, это комбикорм с этим, с яйцом, но все равно намесилось так. Ну и плюс они же ходят, как бы, они туалет за себя отдельно не ищут. Так что, вот такие вот дела. Сейчас пойдем, ой-ой-ой, подавишься. Ты что, такой кусок хватать? О, боже, и следующий хватает. Ты что? Смотрите, какой запихается. Вот этот, куда? Ты что, такие кусняки хватает? Гля, стоп. Стоп, не глотнул, следующий схватил. М? Какие жадины. Странный, не глотнул. О, боже, я все за ним наблюдаю. Посмотрите, что он делает. Посмотрите. О, все, вроде глотнул. Усадины какие, я не могу с них. Да вы что, подавитесь? Вы что, такими кусками глотать? Вот это еще мне, я не могу наблюдать за этим. Надо это, надо терку сюда принести, тереть на терку. Оно, например, даже будет длинненькое, но все равно мельче, чем я ножиком покромсал. Страшно смотреть. Сейчас я наделаю тут дело. Вон, водичкой запивать. Дурынды мелкие. Ну и нижних тоже нужно покормить. Да? Картонки. Давай, молодежь. Двигаемся. Все, короче, больше никто никуда не лезет. Тут 15. А тут 11. Давай, на. Подвинься. Гля, я еще ничего не положил, она уже гребется. Гля. Гля, 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 что делает? Вы видите, я еще ничего не насыпал. А ну, не грестись. Не гребись. Сейчас все выгребет на пол. На. Ну, дурында и все. Гля. Гля. Такое, хоть пока кормишь пеленку стели, да? Ты отсюда беги назад своим. Нет, ты вроде пощипанный чуть-чуть. Золотая съела те большие кусочки. Они типа маленькие не поедят, да? Нет, не надо бежать туда. Красавчики. Что получается? 26 и 28. 54, да? Если я правильно говорю. Полсотни цыплят. Еще там 9 яиц. Не знаю, сколько выведется. Сейчас пойдем к курочке. Я хочу перепелиные проверить. Я не смотрел. А так, чтобы вместе сварить. Ну и все делом. Все, короче, пусть едят. Сейчас мы с вами сходим, а потом чуточку еще досытым. Вот так. А этим пока боюсь перепелкам. Видите, опять все под мамку спрятались. У этих пока чистая водичка и корм. Все, больше ничего не даю. Вот такая мамулька. По цвету плюс-минус похожа. Да? Такая. Ну, я имею в виду с серыми перепелятами. А так, по размеру, конечно, она, даже то, что она манюсенькая, она для них громадная. Вот видите. Это не кровь. Это тоже железо. Просто я ей колол. Оно там где-то миллиметров... Ну, один миллилитр остался. И иголка отсоединилась, шверкнула. Смотрите. А это я постарался размазать и замазал ее еще больше. Короче, знаете, хоть и как бы это прописано в инструкции, но все равно страшно на это смотреть. Думаешь, не дай бог что-то случится. Ну, все нормально. Со свинюшечкой. Как бы вот так. И там же в инструкции тоже написано, что может быть такое небольшое, как бы гиперимичное, немножко такой отек сразу произойти, такое покраснение вокруг. Именно так и произошло, но очень быстро прошло все. Как бы... Ну, вот так. Не подошел. Не подошло ей это железо. Хоть оно как бы железо-железо вроде одинаковое, но, как оказывается, рознь. Поросятки реагируют на него хорошо, а вот свинка не очень. Пупырочка, не ругайся. Че ты ругаешься? Ты как слоняра тут огромная. Смотри, какая ты самая толстая. Девки с поросятами худеют, а ты толстуха. А ты все жрешь и жрешь и жрешь. Хвостиком виляешь. Нету яйца, нету. Все мамочкам уходит. Тебе ничего. Все мамочкам, подъедай вон то, что есть, толстуха. Детки спят, мамки тоже. Вот так. У меня там в комментариях, ну, не то что ругали, говорили, наверное, уже пороситься, а ты тут нам про стол показываешь. Нет, друзья, никто не поросится, не переживайте. Мы это не пропустим. Еще очень много людей написало, что я сказал, что не буду себя целый месяц показывать. И тут на тебе снимаем с Артемом распаковку стола. Но, как бы я вам вчера сказал, сегодня я никак не поменялся. Но я хотел с ним распаковать этот стол. Как бы вообще все распаковки делает Марина. Но так как стол нужно было скрутить, то мы решили, что эту распаковку сделаю я с Артемом. Вот так. А так вообще у Марины ролики тоже выходят. Я вам ссылку на ее канал оставлю. Кому интересно, переходите, посмотрите. Ролик оставлю и в сообществе, и под этим роликом, в комментарии, и под самим роликом. Напишу, в общем, кому где удобнее найти. Вот так. Ну и посмотрите. Свинюшка не поросится. Сегодня 19 число. У нее срок 21. Кто помнит ее, она перехаживала и прошлый раз, и позапрошлый раз, как бы. Так что ждем. Но пока ничего нет. Но видно, что порос приближается. Она становится немножко, как сказать, нервная. И даже когда я стараюсь... Ну и плюс я только что колол железо поросятам. Тут такой балаган стоял. Они тоже ругались, как бы. Поросят орут, все свиньи орут в ответ. Но она уже и не подпускает. Так прям, не знаю. Время почесать. Мамульчика, а ну. Или все-таки будешь. А ну, молодец. А так не сильно хотела. В общем, получается, по идее, по идее, ей еще два дня ходить. А там, а там уже, вон, видите, молочко есть. Молочко есть, но как-то только в первом соске. А тут ничего нету. Все, нету. Ну, вот так. И то, что вам кажется, что оно все прям красное, это телефон подстраивается, вот я снимаю, телефон подстраивается под окружающие цвета. И вот когда включена красная лампа, и когда лампа красная не включена, вид как бы совсем другой. И когда ты на солнце снимаешь, совсем другие цвета. Когда ты снимаешь снег, там вообще синим его показывает. Не знаю, почему так телефон работает. Вот эта автоподстройка, то теплая, то холодная. Короче, ну, вы сами видите, то светло, то темно. Короче, как есть. Ну, а так, поросяточек еще нету. Но ждем. Ждем. Да? Давай еще почешем. Пузыка нет? Ну, раз встала, давай я подойду. Вот так. Вот так. О, мышка наружка наша. Нет, мышка клетушка наша. Вон. Толстая скоро. Нажрешься и застрянешь в той клеточке. Это она пролазит вот так, через вот эту клеточку мышка. Понимаете? Тут один на один сантиметр. Вот размер. Смотрите, мизинец не пролазит, а мыша пролазит. Худая, плохо я ее кормлю. А ну, покажи. А ну, я хочу глянуть. Нет, тут уже все. Не знаю почему, но 4 яйца. А ну. Это тоже замерло. Именно замерли. А ну. Иди покушай. Хочешь поесть? Или не хочешь? Замерло. Вот сейчас эти яйца. Оно. И это замерло. Все. Нету, короче. Ну, а вот эти 9 живое. Живое. Еще тоже несколько дней и будет вывод. Когда этот брудер освободится, сюда уйдут цыплята без квочки. Все. Я им вкручу красную лампу. Они низенькие. Они к ней не достанут. Так что, кому будет холодно под лампу, кому жарко. А курица здесь поживет просто рядом возле них. Иди в гнездо. Я переживаю, чтобы эта мадам его не бросила. Давай. Придется какую-то бинтамку тянуть, чтобы подложить ей эти яйца. Там бинтамок на выбор. 4 штуки сидит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек сегодня. Вот так. На. Мясо. По-другому не скажешь, потому что там цыплятки ну как бы они дожили до последнего дня и почему-то замерли. Но ей все равно конфеты, да? Угу. Так что вот такие вот дела. Все, ребятки. Тут тоже ничего не поменяет. Лосья у нее убрал только что. Она встала, под себя сходила. Вон, видите, мокро. И улеглась. Но я ничего с этим не могу сделать. Я боролся. И все, я уже отпустил этот момент. Просто я не знаю, что с ней делать. Но я думаю, что когда... Видите, она лежит сюда мордой. Когда у нее появится поросята, она будет туда мордой лежать, к ним носом. Они все так ложатся с поросятом носом. Но думаю, что будет вставать и ходить куда-то в другую сторону. Потому что оттуда будет идти от них тепло. Ну, короче, я уже не знаю, как по-другому себе думать. Но думаю, что будет так. Да? Дуриндушка. Почему вы мне такие делаете подлянки? Почему вы давно издеваетесь? Тебе трудно вот туда отойти? Тебе нравится лежать на мокром? Дуринда. Она бок выворачивает, чтобы титьки я ей погладил, да? Нет. Не буду. Не буду тебе гладить. Они у тебя мокрые, вонючие. Фу. А тебе все равно, да? А ей еще... Этой два дня осталось, а этой неделя. То есть, в течение недели они должны... А там, может, и будут перехаживать. Но у меня гормон есть. Эстрофань. Я проэстрофанчик. Такие дела. Тут, видите, тоже не все встали, вон те лежат. А тут эти прям красавчики. Вот, смотрите. Вот что с ним? Видите, четыре поросенка едят. Смысл не в том, чтобы кормить его искусственно, понимаете? Как бы, чем ему помочь? Что ему сделать? Вот, что с ним, что с ним не так? Понимаете? Как бы, смотрите, вымя свободное, ешьте, что хотите. ну, вот такие дела. Нехорошие. Кыш, кыш. Сейчас мамка тебя поцелует. Кыш, оп. ты тоже не лезь. Все, все накормлены, все напоены, еще немножко, и все будут рассажены, у всех все будет хорошо. Забы, набиты, вот этот какой-то мелкий, вот кажется, кажется, крыло длиннее, чем он. вот этот момент не сильно мне нравится, то есть, значит, не очень хорошо растет. Хотя, ну, короче, смотрите, насколько он меньше. Вот такие дела. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Вот этот, который мы покусали. А ну, я хочу посмотреть на него. Вот этот, да, оп, вот он. Вот этот. А ну, становись сюда. Оп. Вот у него больше всего выщипали перышек, и у него были прям ранки. Видите? А ну, стой, стой. Так, повернись в другую сторону. Вот тут на крылышках были прям ранки. Вот одна еще есть. Ну, а так, можно сказать, зажило уже. Все, вот одна ранка. Видно? Ты дуренда. Поклевала тебя мамка дурная, да? Поклевала. Беднюшечка. Ну, наелись, напхались, тяжеленький. Думаю, что теперь им белка достаточно. Нет? Как вы считаете? Я считаю, что да. Все, сейчас я еще тут пять минут побуду. Уберу. Уберу картонки. И на этом все. Вот такие дела. Сегодня отправили посылки. Яйцо перепелиное три сотни отправил на инкубацию. Еще сейчас 200, что-то собираю. Еще там висит пять сообщений с инкубационным яйцом. Поэтому как бы на яйцо немножко очередь. А вот на пищевое очень мало кто заказывает. Если кому-то надо, напишите. Я вам отправлю. Вот такие дела. Я ему уколол тоже. У него ножка как бы передняя, но он даже не встает. Понимаете? Ну, что будет, то будет. Просто ждем. свинка испортила весь выводок. Такая прям мама-мама, что нервов на нее не хватает. Пять штук. Ну, почему не выкормить пять штук? Что не так? Не знаю. И то все равно они родились все одинаковые. Один там он вообще что-то маленький. Короче, ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.